Добрый вечер, дорогие друзья! Моя сегодняшняя гостья отличается завидным постоянством. Она всегда роскошно выглядит, а ее песни вызывают бурю эмоций и мало кого оставляют равнодушными. В студии программы «Звезда на звезде» певица, народная артистка России Валерия Лера. Добрый вечер! Добрый вечер! Привет! Очень рада! Со всеми праздниками, наступившими уже в этом семнадцатом году. Спасибо большое! И тебя тоже, и всех, конечно, зрителей. Находясь на вершине Олимпа многие годы, смотри, больше двадцати же. Да. Столько всего поменялось и в стране, и в мире, и в музыкальной культуре. Считаешь ли ты нужным меняться, подстраиваться под те изменения, которые происходят вокруг? Мне кажется, что это делать нужно. И не то, чтобы я это делаю как-то нарочито. Мне кажется, что вот тот факт, что у меня рядом мои дети, подружшие, причем которые находятся в каких-то смежных сферах, они помогают не отставать. Это очень важно. Конечно, ни в коем случае нельзя терять свое собственное лицо, да это просто невозможно. Потому что есть своя аудитория, есть много всего сделанного, есть какое-то понимание себя, то, что ты делаешь. И я не хочу меняться в этом смысле, но быть актуальным просто необходимо. Граммофоны же не за старые песни дают, а каждый год за новые. Ну и не только граммофоны, много разных, естественно, премии и всего остального. Поэтому, конечно, это важно. И я считаю, ничего обидного нет, если ты вдруг какой-то год не получишь ту или иную премию. Это же не означает, что кто-то вдруг лучший раз навсегда. Такого же не бывает. Все эти награды, они достаточно условные. Они просто для того, что ты сделал в конкретный момент времени. Год у тебя удачный, записал ты классную песню – получи. На следующий год записал, на следующий год получишь. У тебя так есть лейтмотив года, грубо говоря, песни, которые определяют настроение твое за прошедший какой-то период? Я вообще хочу сказать, что вот этот минувший год, он был очень продуктивным, плодотворным. Начался он с концерта в Лондоне в театре «Аполло». Это второй концерт у нас был в Лондоне. Сначала мы играли два года назад в «Альберт Холбелл», потом в следующий год и был уже «Аполло» театр. Совершенно потрясающий был прием. И, в общем, мы по таким ощущениям, зарядившись такой энергией позитивной, двинулись, собственно говоря, по жизни. И выпустили альбом, который называется «Океаны». Я считаю, что это лучший мой альбом за последние десять лет. Вот честно. А какая-то тема есть превалирующая? Ну, я имею в виду… У меня этот альбом… Ну, она женская тема, конечно. Позитивно заряженный получился альбом. Понимаешь, вот такие… Песни про любовь, они тоже разные. Там про какие-то страдания и все. Здесь этого меньше. Здесь просто вот желают тебе… Вот этот мотив такой, чтобы было все отлично. Все хорошо. Про счастливую любовь. С такими, как ты, о других не мечтают. Вот такая песня. Или твои глаза, как океаны, мои водопады. И если будет надо, я за ним буду воду падать. Ну, то есть, вот какое-то радостное очень чувство. И мне очень приятно петь эти песни. И я понимаю, что сейчас зрителям, которые приходят на мои концерты, они тоже нужны. Они прям попадают как-то вот в особенное настроение. Ну, уже плакали. Все равно это много всего у меня в программе. Страдания, там, переживания и все. А вот эти песни сейчас нужны. Знаешь, такие позитивно заряженные. Ну, мне так кажется. Слушай, я помню, что этот концерт чуть-чуть было не омрачили с желто-блокитными флагами. А, в Альберт Холлине что-то? А, подожди. Это был Альберт Холли. Это был Альберт Холл, да? Альберт Холл, да? Да, да, да. Это не испортило тебе вот ощущение праздника, с которым ты шла к публике лондонской? Дело в том, что в Лондоне же все четко очень. Хотите пикетировать? Пикетируйте. Пожалуйста. Вот вам отдельно взятое место. Вот вы не имеете права шагу ступить за его пределы. Пожалуйста, себе высказывайте свое мнение. Ну, там... То есть ты философски к этому отнеслась, как бы без надрыва? Я же понимаю, прекрасно. Есть же люди, которые, находясь там, пытаются таким образом оправдать свое существование. Они там нигде не работают. Ну, мы все же уже узнали, кто этим занимается, что и как. Ну, пришла жалкая горстка людей. Ну, слушайте, ну, это смешно просто даже. Ну, это... То есть никаких сожалений о том, что ты человек с ярко выраженной гражданской позицией, у тебя нет и быть не может. Нет, абсолютно. Более того, это подогрел интерес к концерту. Я не могу сказать. То есть... Ну, скажи, ведь никакой взаимосвязи между творчеством и гражданской позицией, в принципе, нет и быть не может. Ну, ходили же слухи, они же как народ подогревали. Что вот, митинги. Она там то да и все. Слушайте, какие митинги? Вы где видели митинги на моих концертах? Вообще хоть раз были? И действительно приходило очень много представителей власти. На концерте они там все отслеживали. Боялись, что как бы я там что-нибудь не устроила. Ну, смешно же говорить об этом. Скажи мне, а есть ощущение, что вообще человек популярный, известный, и наделен этой привилегией делиться со своей публикой своими мыслями о жизни? Нравится мне мой президент? Я должен об этом говорить. Считаю я справедливым то, что воля изъявления большинства крымчан привело к объединению страны. Да. Я об этом говорю. И то, что из-за этого ты попадаешь в санкционные списки и не можешь там в очередной год поехать и судить волну, которую... Да. Представляешь, аж в целом две страны. Вообще. А в Латвии-то что в этот момент было? Мало того, знаешь, да, что не имел права министр иностранных дел вносить такое решение. Это прерогатива Министерства внутренних дел. То есть они нарушили свою собственную конституцию. Мы разбирались с этим вопросом. Ну, бог с ним. Как есть, так есть. Я не сильно переживаю по этому поводу. Но просто, конечно, смешно. И, то есть, где же она демократия тогда в действии, если я не имею права высказать свое мнение? Другое дело, допустим, если я приехала с концертом и в это время начинаю кого-нибудь к чему-нибудь призывать, да? Ну, хорошо. Это еще можно как-то рассмотреть как угрозу некую, там, политическую какую-то такую направленность. В зарубежную гастролю. В зарубежную гастролю, да, имеется в виду. А если я просто приезжаю со своими песнями? Ну, мне кажется, что мои песни ни к чему плохому-то не призывают. О добре, любви, счастье, там, о свете. Почему вдруг? Ну, это какая-то глупость несусветная. Скажи, вы, по-моему, оба, и ты, Иосиф, отрицательно высказались по поводу Евровидения в Киеве. Ну, о том, что как это вообще возможно при этих списках СБУ, в котором добрая половина, если не больше, российских исполнителей. Ну, да. Мне кажется, это просто еще не очень безопасно. Безусловно. Мне кажется, там все-таки обстановка накалена. И я отслеживаю, допустим, по соцсетям реакцию людей. Если раньше, конечно, совсем были такие агрессивно настроенные, ну, просто каждый первый, там, что мне только не писали, то сейчас все больше я слышу других слов, там, пишут, что скучают, что хотят, чтобы закончился весь этот кошмар, что нас ждут, что они перестают любить. Но все-таки и таких агрессивных... Радикалы есть. Да, таких радикальных ходов тоже хватает. Поэтому все-таки пока это еще не совсем улеглось, ну, мне кажется, это просто не нужно туда ехать. И конкурсанта выбирать от России не нужно, и участвовать не нужно, лучше это пробойкотировать, чтобы не иметь провокации, да? Ну, вот это такой сложный вопрос. Есть же, наверное, артисты, которые туда ездят на гастроли и их там воспринимают каким-то образом. Нельзя же по этому принципу выбирать от страны исполнителя тот, кто въездной. Или того, кто не продекларировал свою гражданскую позицию. Кто не раздражает. Нет, на самом деле... Что это за принципы отбора от страны исполнителя? Это глупость. Потому что, на самом деле, вообще этот конкурс-то не исполнители. Давайте с этого начнем. Это конкурс-то песни. Поэтому мы должны устроить конкурс песни для начала. А чья уж песня победит, и тогда должны смотреть, ага, а вот этот человек удобен там или нет? У тебя же было искушение участия в Евровидении больше 10, по-моему, лет назад? Это была история, связанная непосредственно с выходом моего английского альбома. А это девятый год? Да, это у меня была очень такая сильная песня. Именно с таким социальным смыслом. Она была такая правильная. Мы понимали, что выигрывать ничего не нужно. Это было в тот самый год, когда в России проводилось Евровидение. Вот уже второй год подряд, чтобы не дали ничего. Поэтому песня не была прям таким вот хитом, таким вот однозначным. Во всяком случае, она была очень красивая и сильная. Но закулисные игры. Даже сейчас не хочу вспоминать эту историю. Ну, в общем, где-то кто-то решил, что... Ну, кстати, это ирония судьбы. Отправили девочку с Украины, которая сейчас там на баррикадах бегает, и у нас последним словами всех вливает. Да. Ну, что? Ну, вот так. Ты помнишь неудачи и неудачи конкурсов? Сейчас такое количество телевизионных конкурсов, да? И ты видишь, что там происходит с людьми, которые отдаются этому полностью, да? И разочаровываются ужасно. У тебя были и победы, и разочарования там, да? Ну, конечно, естественно. Ну, я как-то вот, ну, я понимаю, в какой-то момент время, естественно, ты живешь какими-то мыслями, на что-то надеешься, к чему-то стремишься. Если вдруг что-то не получается, конечно, расстраиваешься. Выражения, они тоже нужны. Или какие-то такие, может быть, небольшие удачи, если даже удача, ну, то у меня какая-то не глобальная. Чтобы было куда расти. Потому что я думаю, и хорошо, что все было так. Потому что слишком уж я была благополучным ребенком в этом смысле. Вот я прям так развивалась, у меня все было хорошо, у меня все было безупречно. Меня везде хвалили, меня везде пример ставили, и везде меня прямо на руках носили. Я такая вся, прямо вся такая... А ты по характеруешься, что бы дальше было бы? А ты по характеруешься, птица Феникс, тебе нужно где-нибудь подгореть обязательно, чтобы потом снова распустить крылья и воспламениться к новой победе, к новой вершине. Ну, видимо, что-то есть от нее. Ну, конечно, не хочется. Я не жду этих поражений. Больно гореть-то, конечно. Я не жду, я не хочу гореть. Но очищение приходит только вот с этими, да, вот с такими самосажениями. То есть наполняешься какой-то другой энергией, и дальше бежишь еще быстрее и взлетаешь еще выше. Ну, во всяком случае, вот вся моя жизнь вот это вот, собственно, демонстрирует. Был юбилейный концерт Елены Великановой, на котором ты ее студенткой появилась. Она сказала, вот, обратите внимание. Ослепительно красивая была в России, да. То есть была и есть, но тогда еще юная, совсем девочка. Она сказала, обратите внимание, вот это будущая звезда. Очень приятно. Я хотела тебя про учителей, про спрашивать. Я понимаю, что это, конечно, мама и папа. И это как бы вообще первые учителя. Это правда. И первый продюсер у меня мама. От Карск? Мама всегда... Мама у меня, хочу сказать, она человек очень образованный, с хорошим музыкальным образованием. И, собственно, и папа тоже, и вообще все мои родственники с такой какой-то базой. И поэтому, когда я выходила даже на таком самодеятельном уровне, на таком смешном что-то делать, мама всегда говорила, так, руку не туда, это не туда. Так вышло, зачем так? Не убегай. То есть здесь поклонилась, здесь то, да, все. Она мне режиссировала мои выступления. Она была, можно сказать, вот таким вот первым оком, взглядом со стороны. Да. И учителя, конечно же, я благодарна Иосифу Давыдовичу Кобзону на то, что он так круто изменил мою жизнь. Потому что когда в 17 лет я приехала в Москву поступать в Вестинский институт, у меня училище, такая была бессовестная, я просто такая самоуверенная девица. Но училище для школьников все-таки, в институте, конечно. Нет, училище, я должна была поступать в училище, потому что после музыкальной школы училище – это необходимая ступенька. А тут открылось эстрадное отделение в институте. Я решила, думаю, дай-ка вот попытаюсь счастья. Как это поступление все-таки прошло? И вообще два таких педагога, я имею в виду и Великанова, и Кобзон. Да, да, это правда. Скажи, девочек нравится. Георгия Марцельна позже появилась. На вступительных экзаменах был Иосиф Давыдович Кобзон. И я, когда отпела свою программу, я вообще не волновалась. Я сейчас вспоминаю, это только в 17 лет может такое быть. Помнишь, чем-то? Да. Я помню, я пела какую-то народную песню про Волгу. Потом я пела песню саратовского композитора. Такая лирическая, такая большая песня. Так, и что же еще? А, и то, что я не спела, но у меня было в планах, это было виртуознейшее вокальное произведение специальной авиапочты из репертуара Элла Феджеральд. Ну, я спела одну песню, и Давыдович меня остановил, и говорит, а что вы еще? Я говорю, а что могу это? Ну, понятно, джаз его мало интересовал, поэтому он как-то так сразу, по-моему, я спела народную. И он мне говорит, а что вы хотите вообще петь? Вот вы поступаете в институт. Вот как вы себя видите, что вы хотите петь? Кем вы себя видите на эстраке, да? Я, ну, тут ничего у меня не нашла, как сказать. Я говорю, я хочу петь джаз. Я пришла к Кобзону поступать. Я такой в 17 лет может быть. Ну, посмеяюсь, он говорит, джаз, ну-ну. Ну, хорошо. Ну, вот, собственно говоря, вот такой у нас был диалог. И потом уже дальше... Представляешь, когда мне поставили пятерку по специальности, я просто обомлела. А там получили тройки и вообще двойки люди, которых я видела в утренней почте. Вот, представляешь, я сейчас уже не вспомню их имена, но я знаю точно, что их клипы крутились в утренней почте. Думаю, этого не может быть, это не со мной происходит все. То есть ты поступала с теми уже поющими какими-то, да? Да, их было человек сто. Артисты. Да, и у нас там в коридорах вот они там ходили, все уже такие серьезные все. Во-первых, москвичи. У тебя все это было до утренней звезды? Конечно. Конечно. Утренняя звезда была значительно все больше. Это семнадцать. Три-четыре года, да. И вот это, конечно, было такое первое испытание. Даже не понимала, что это испытание. Это какое-то было, знаешь, это было так в удовольствие, это было так весело. Их, вот так. Ну, мама приезжала с тобой? Мама с мной приезжала, но мама-то не могла мне помочь никак на экзаменах своим консерваторским образованием. Ну как, Иосиф Давыдович, посмотрите внимательно на мою. Да, нет, мама наоборот. Поскольку у меня была золотая медаль, мама говорила так, значит, сразу скажите, если что-то есть, какие-то данные, то мы останемся. Нет, мы сейчас пойдем в другие вузы и вообще можем даже половину вузов, вообще можем даже, нет, не музыкальные вузы, а просто даже, если просто даже отнести документы с медалью. А мама предполагала для тебя другую судьбу, нежели певческую? Она не предполагала, потому что, наверное, не то, что не предполагала. Она же видела, что ты уже хочешь только этого. Конечно, именно поэтому она меня поддерживала. Все-таки у меня замечательные родители, что они мне, знаешь, не обрубили крылья. Другая бы сказала, куда ты, мы сейчас поедем из Аткарска, куда, какая Москва, у нас ни связей, вообще ни денег, ни жилья, где жить, останавливаться. Вот это вообще никого не смущало. Вот как получится, что называется. Поправь мои пробелы в географии. Да, Саратовская область. А от Саратова это куда? Это ночь на поезде. То есть это далеко достаточно? Это ночь на поезде. Это Саратов, это Волгоград, это мы южнее находимся. Ну, как бы туда вот. Так что это ночь на... Большой город? Какое население? 55 тысяч ночи там большую. Районный город. То есть это 55 тысяч людей, для которых Валерия, это символ города. Это человек, благодаря которому это название звучит в периодической прессе, на центральном телевидении и даже в Альберт Холле. Это ему мало помогает городу. В том смысле, что, к сожалению, малые города, как-то вот жизнь там затухает. И хочу сказать, в моем детстве там все было иначе. Когда, знаешь, еще в советское время там работали еще заводы, фабрики. Вот в маленьком городе там этого всего... Градообразующие предприятия. Да. Все это, жизнь кипела, и культурная в том числе. Приезжали на гастроли там артисты, филармонии, академические спектакли какие-то. Вот это все было. Вот сейчас все совершенно иначе. Очень многие уехали, заводы, фабрики замерли. Вот. Ну, может быть, когда-нибудь начнется возрождение России именно вот с малых городов. Очень важно. Слушай, когда произошел вот такой момент там в жизни, переломный в определенном смысле, ты уехала из Москвы и вернулась туда, уже прожив там десятилетия больше другой совершенно жизни, звездной. Что это был за год, ну, грубо говоря, вот это, что это была за пауза? Я... Как ты адаптировалась вот к Аткарску, к родительской трешке? Я... Ты знаешь, я же приехала, мне же нужно было выживать. Я такая нацельная... Было вот сейчас, я как, наверное, могу описать свои ощущения. Я, наверное, так все сжалась, как мог. Вот так. Вот сейчас мне надо собраться. И сейчас вот эту дистанцию мне надо пройти. Мне не важно было, что вокруг, как мне некомфортно жить. Потому что мы жили там в шестером двухкомнатной квартире. Не важно, что мне некомфортно выходить на улицу, потому что меня все узнают. Узнают каждый первый. Узнают дети, которые подросли, которых я, естественно, не знала никогда. И я для них просто человек из телевизора. Знаешь, когда вдруг почему-то я иду по улице. Я старалась как можно реже появляться, конечно, в городе. И если я выходила гулять, то когда уже стемнеет. Так, чтобы не слишком привлекать к себе внимание. Да, собственно говоря, было особенное некогда. Потому что я занималась с детьми с утра до ночи. У меня практически не было помощников. Мама с папой работали. Ну, я как-то так организовала свою жизнь. Я получала удовольствие от общения с моими близкими. А уж как была счастлива мама и вообще родители. Она говорит, господи, и дочь, и внуки, и все под боком, и красота, счастье. Она вспоминает до сих пор этот период жизни, наверное, как саму ее счастливый. Скажи мне, а дети понимают, что ты грандиозная мать? Потому что ведь во многом ты спасала себя от самоуничтожения, да? И их от того, что они там это могли видеть. И эту память надо было исключить из жизни, потому что... Не знаю уж, как они понимают. Может быть, они даже думают, что, а что ты раньше этого не сделала? Ну, как всем свое время, значит, так и должно было прийти. Да, это правда. Ну, не знаю, как-то мы, честно говоря, не размышляем на эту тему и вообще не разговариваем. Это, знаешь, как вот что-то было, и может быть, уже даже не с нами. Это так далеко, это где-то там, и вообще хочется уже это все забыть. И если только вот не задавали вопрос на эту тему. Когда вот задают вопрос, ты вынужден отвечать, и поэтому всплывает. Ты знаешь, я не с целью окунуть тебя эмоционально. Я понимаю. В тот период, а с целью даже, наверное, сформулировать какую-то, в том числе, мужскую благодарность за поступок. Потому что, ну, добившись определенного статуса, мы там, ну, не вносим ссоры за сбы. Да. Но ты это сделала умышленно. Не вынудили, даже не умышленно. Нет, я имею в виду и книгу, и сериал, который потом вышел. Потому что проблема, там, семейного насилия, тобой была озвучена вот через личное. Я считаю, я вскрыла этот нарыв. Ты вскрыл этот нарыв. Да. И честь тебе и хвала, потому что благодаря тебе, я уверен, решились судьбы огромного количества женщин. И это правда, потому что я получаю уже подтверждение, мне же люди пишут и говорят, спасибо вам большое. Если бы не вы... Они ровно вот это и говорят. Спасибо, что заставили посмотреть на свою жизнь иначе. Угу. Что мы решились, там, сделать какой-то шаг. Потому что очень часто, конечно, инерционность вот эта, она... Конечно. Стерпится, слюбится. Она нам не дает... Она нам не дает возможности совершать каких-то поступков в жизни. И кажется, что, вот, это у этого... Ну, чего это про них говорить? Они там, у них там все... А у меня-то все по-другому. До всех все одинаково. У всех свои проблемы просто на разном уровне. Понимаете? Поэтому, конечно, самое страшное в этой жизни вообще, потерять самого себя. Вот я сейчас это понимаю, как никогда. Быть собой, это самое большое счастье. Думать, что ты хочешь, как ты хочешь. Говорить, что ты думаешь. Действовать так, как тебе представляется нужным. Вот это дорогого стоит. Поэтому ни в коем случае... Да, компромисс обязательно в семье необходимый. Обязательно. Политика, семейная жизнь, но построена на любви. Да, на любви. И себя терять нельзя. А любящий человек не позволит другому человеку разрушиться. Твоего прекрасного мужа и продюсера Иосифа Пригожина обвиняют в том, что он сузил твой репертуар до популярных песен. Был и джаз в твоем репертуаре и романсы. Справедливо это или нет? Это несправедливо. Потому что, в любом случае, я никогда не делаю ничего из-под палки. Но, во всяком случае, в моей новой этой жизни совершенно точно. И просто, когда я вернулась на сцену после перерыва двухлетнего, появился на горизонте замечательный композитор Виктор Дробыш, который предложил мне свои песни. Это был какой-то... Я же не знаю, как это даже лучше описать. Это как удар молнии какой-то. Нас всех как будто... Новое дыхание. Нас всех. И нас всех вот так вот. Начало трясти прямо вот. Мы не могли дождаться, когда на следующий день мы придем в студию. Все участники процесса. Абсолютно. Я, потому что изголодалась уже и страдалась. Я хотела спеть. Дробыш хотел давно со мной сотрудничать, но в силу известных обстоятельств. Потому что в той жизни и так все было просто. Ему не давали такой возможности. Тут Пригожин, который бегает с такими глазами, который уже, оказывается, влюблен по уши. Ну, короче, там вообще вот такой... И все, бихарь вот этот завертелся, закружился. В результате появилась потрясающая совершенно пластинка, которую мы назвали «Страна любви». В ней собрано, я не знаю, наверное, десять или девять из одиннадцати песен так хитами сто процентов являются. Просто мы даже не успели их физически все, как говорят, раскрутить. Потому что каждая песня должна отыграть на радиостанции как минимум месяца три. Мы не могли все сразу их сбросить и такую строить мешанину. Альбом весь был? Альбом был просто ударный. И мы сейчас даже возвращаемся там каким-то песнями. И мы говорим, ой, как жалко, что эта песня, вот мы ее не отыграли, мы ее не отработали. Мы стала локомотивом, то есть когда? Да. Мы что, что мы не сняли на нее никаких клипов, ничего. Ну, возвращаться-то можно, конечно, можно там переделать что-то и перепеть. Но я к тому, что, да, просто вот эта очень красивая музыка, да, она в этом жанре популярном, она, наверное, вот тот момент времени, и мне была нужна, мне было так хорошо в этом репертуаре, мне было так комфортно, так радостно. Мне вообще было хорошо. Да. И это вот еще все вместе как-то соприкасалось с тем, что вот у нас выливалось в творчество. Ну, конечно, потрясающе. И, ну, это не означает, что я пою только эти песни, потому что на концертах, на своих, сольных, я пою самую разную музыку. Я и такую жестко звучащую не обхожу стороной, такую гитарную. Это и романсы, это и произведения просто под рояль, это и популярные песни, это танцевальные, естественно. Поэтому я благодарю судьбу, что у меня просто есть возможность давать концерты, потому что именно в своих концертах артист может раскрыться полностью. Иной раз, знаешь, приходит на концерты человек и говорит, первый раз, когда говорит, ой, а мы же не знали, а мы же судим по тому, где-то мы вас видели, там вот в сборных концертах, где-то все-таки большие... Это все не то, это правда, это вам скажет абсолютно любой артист, потому что это... И песни просят спеть таких концертов, одни и те, те, которые вот на слуху, которые сейчас раскручиваются, они что-то такое новое, интересное, оригинальное. Поэтому вот просто всем зрителям говорю, если вы хотите узнать артиста получше, приходите на сольные концерты. Но у тебя как бы они запланированы вот там на ближайшее время? В феврале поедем обязательно. Это Самара, это Нижний Новгород, это... Не помню. Следите за рекламой. Не помню. Валерия есть, которую ждали и ждут, кстати говоря, и будут ждать. А я знаю инсайдерскую информацию от, опять же, твоего супруга, что в определенном смысле он хочет поумерить концертные выступления твои в этом 17-м году. Потому что в следующем году у тебя юбилей, да? Мы все видим, что тебе лет 18-25. 20-25, да? Ну, юбилей такой. Ну, юбилей такой, вот, да. А там уже пусть каждый понимает. И что... Вы готовите что-то грандиозное совершенно. И опять собираются лучшие силы, авторы, друзья, товарищи. И Прикожин ищет денег на фантастическое шоу. Ну, это правда. Да? На самом деле, потому что... Год подготовки. Если все... Ну, даже больше, да. Потому что для того, чтобы сделать хорошо, нужно, конечно, время. И, знаешь, как всегда, не хватает. Можно начать хоть за два года все, но доделывать будем все все равно в последний вечер. Ну, это закон просто. Будут дешеваться костюмы. Это, знаешь, да. И, конечно, со спектаклями тоже самое происходит всегда. Ты можешь о каких-то нюансах грандиозного юбилейного шоу рассказать? Или пока это все вообще тайно за семью, печать, семей? Это даже пока это даже не тайно. Мне даже пока и рассказать нечего, потому что, конечно, мы еще... Ну, название шоу вы придумали? Нет. Ну, название-то еще дожить надо. Название придумается, потом уже оно будет исходить, отталкиваться от идеи самого шоу. Ну, тогда уже будет и название. Одно понимаю, что это должно быть что-то очень современное. Я не захочу, я знаю, чего я не захочу. Я не захочу каких-то безумных декораций. Я этого делать не буду. Это не моя история. Но должно быть какое-то очень современное, такое технологическое, такое какое-то вот технологически правильное решение. Чтобы было интересно, красиво и оправдано музыкально. Понимаешь, чтобы это все, чтобы все это было вместе, а не просто так что-то там понастроить, чтобы все ахнули. Ну, вот хочется... И потом желательно, чтобы это шоу можно было возить по городам. Потому что вот эти все массивные декорации или какие-то сложные такие, какие-то постановочные вещи, их трудно потом адаптировать на наши российские... Ну, к нашим российским реалиям в других-то городах. Ну, есть вот несколько городов или площадок, куда ты можешь привести полноценное шоу. Но в основном-то нет. Поэтому как-то хочется, чтобы и другим зрителям тоже досталось вот именно такой оригинальный вариант. Все равно придется возить с собой трейлер со звуком, трейлер со светом. Если еще несколько трейлеров с декорацией, это уже совсем тяжело. Да, ну, будем решать. Хочется сделать что-то очень красивое и настоящее. Ну, вот учитывая концерты зарубежные и то, что англоязычный альбом продается до сих пор, или этому уже все-таки много, ты этот опыт завоевания западной сцены имеешь. Это все совсем по-другому. Это не так, как у нас. И какие у нас вообще перспективы в этой связи там есть? И влияет ли на это там геополитическая ситуация, отношение к России? Да, вот бумеранги эти прилетают. Очень сильно влияет. Но потом все-таки, знаешь, существует такая экспансия. Что ж мы говорим, если доллар завоевал весь мир, то, конечно же, и культура американская. То есть, конечно, экономическая составляющая, политика экономическая составляющая, она, конечно, колоссальна. Слушай, ну ты столистом биджизм, выходишь там с гибом, поешь. Но это же... Это скорее, знаешь, такой просто вот это частное, это частный контакт, это личный контакт. Но когда ты начинаешь пытаться впутать в индустрию, да, там штыки... Ну, на тот момент времени еще такого не было, кстати сказать. Это еще было до всех вот этих вот каких-то потрясений вот этих вот мировых. Поэтому, в принципе, было более-менее нормально. Но я думаю, что нам гораздо больше удалось сделать, потому что в какой-то момент времени нам просто пришлось свернуть вещи и сказать, нет, мы поехали домой, потому что, ну, фигурально выражаясь, потому что мы никуда из дома-то и не уезжали, мы только вот так наездами были в Англии. Деньги-то нужны. На что развиваться? То есть мы не говорим о каких-то сумасшедших вложениях. Нет, ну, элементарно. Просто держать там компанию, команду, пиарщику... Пиарщик, рекламистов там, да. Там же все очень четко, в отличие, кстати, от нас. Там есть TV-плагеры. Это люди, которые размещают материалы на телевидении. Есть радиоплагеры. Это люди, которые размещают на центральных радиостанциях. Есть, которые занимаются локальными радиостанциями. Кто-то занимается гламурными журналами. Кто-то занимается прессой, периодическими изданиями. Кто-то занимается интернетом. Там все поделено. Каждый человек отвечает за свое. Вот в этом смысле, конечно, гениальная история. А у нас один человек занимается criminals. Скажи, то есть даже попадание в чат с песней в топ-10 не дает все равно надежд на то, что там организуется тур, то, что местная публика пойдет и будет покупать билеты? Нет, конечно, конкуренция колоссальная. А для того, чтобы быть замеченным сегодня, нужны какие-то гиперусилия. Потому что, конечно, сейчас артисты западные от этого страдают. От того, что сам продукт музыкальный, если так можно выразиться, он подешевел сильно. Почему? В связи с развитием технологий. Получается, что дело даже не в носителе. То есть теперь, если раньше, для того, чтобы записать песню, нужно было найти студию. А их там, допустим, в Москве было всего несколько хороших студий. Нужно было заплатить много денег, чтобы прийти на эту студию, попасть, чтобы тебе вписали, чтобы там все было расписано. И сегодня у тебя своя студия. Тебе не надо за это тратить. И, в принципе, сейчас все делается на коленках. Компьютер есть, все, больше ничего не надо. Это упростило ситуацию. Сейчас практически любой, кто в этом понимает, и, ну, скажем, любой, кто хочет, он способен в домашних условиях записать вполне сносный конкурентный материал. Я имею в виду в плане качества. Ты понимаешь? Поэтому, естественно, уже это не так ценно, вот так вот, как сам продукт. И поэтому все это... Что же, профессионалы отомрут? Вот такие люди, как ты, которые от музыкальной школы, гнесинское училище. Да нет, ну все равно, нет, конечно же нет. Все равно, но это должно куда-то, куда-то перерасти в какую-то другую фазу. Потому что пока сейчас... Вот мы разговаривали, кстати, на Западе происходит ровно то же самое. Если раньше фанатели, да, вот мы фанатели там от кого-то артиста, то сейчас нравятся песни, а не артисты. Иногда даже у человека знает, что песня классная, это все. А кто же ее поет? Ой, а кто ее поет-то? Ой, дай-ка прогугли, кто ее поет. Песню знаю, а кто поет-нет. Это просто тенденция времени. К сожалению, грустно. Таким образом, говоришь, что кто-то там на Западе и западная публика знает наших исполнителей, российских звезд. Ну, это было бы сильно преувеличено. Было бы преувеличено. А тату знают. Я думаю, что вот это чего-то помнят еще, тату. Жалко, что они не закрепили свой список. Туров огромных не было, это тоже ведь были какие-то? Нет, были туры. Были туры, были туры, и они вот, к сожалению, вот как это часто бывает, когда вот голова на месте не персталась. У тебя же был автор, который работал для тату. Да. Вот мы с ним записали как раз альбом вот этот вот мой, который назывался Out of Control, и который выходил в Англии. И у нас был очень крепкий материал. Я говорю, нам не хватило просто времени даже, нам не хватило просто финансов. У нас не было спонсоров, мы развивались на свои собственные деньги. Но ты бы в эту реку входила еще раз? Ты продолжишь? Сейчас уже вот смысла нет. Но это, понимаешь, это все заново. Надо было вот так, ну тогда, опять же, невозможно, если бы был бы какой-то спонсор, который просто поддержал элементарно, это возможно было, потому что многое было сделано уже, в индустрии знали. Ну, честно говоря, я даже приезжаю сейчас с концертами в Лондон, приезжают телеканалы, они меня знают, я для них все равно не новичок. И иногда приезжают в Москву снимать. Вот сейчас у меня съемка была для Channel 5. Снимали какую-то рождественскую историю, еще что-то. Ну, то есть, вот они все равно знают, что есть такой человек, вот, в медиа. Но не в восклоне есть, как бы. Да, не в восклоне. Вот они, то есть, я у них где-то там, они меня хотя бы узнают. Но, конечно, все равно зрители мои в Англии, это, конечно, на концертах, я знаю, что это 70% русскоговорящая аудитория. Можно сказать, что, Иосиф, абсолютно твой, как бы, со-автор идей, я имею в виду, всех? Более того, я вот отдаю ему должное, что он автор самых... Правильных идей. Таких, даже не то, что правильных, это не то слово, самых экстравагантных, скажем так. Даже когда я говорю, знаешь, по-моему, нет, не пойдет, это что-то слишком. Не-не-не-не. Я даже, может быть, его в каких-то моментах сдерживаю. Но он молодец, что он меня тогда не слушает. Он продолжает настаивать на своих сумасшедших совершенно каких-то идеях, которые мне кажутся вообще маловозможными и малореализуемыми. Но, тем не менее... Удивительным образом все эти годы не меняется этот взгляд, сравнимый с фарами локомотива, которым влюбленный Пригожин смотрит на тебя. Конечно, он безумно трогательно говорит «наши дети» всегда. Это правда. И это же тоже дорогого стоит. Он думает и не говорит. А мама не отговаривала тебя от своего мужа-продюсера? Типа, зачем мы будем наступать на те же грабли? Мамы же, они же вообще что-то чувствуют, но не всегда знают. Это правда. Что это за парень? Откуда он взялся? Мама, значит, конечно, она была насторожена. И, ну, так получилось, что сначала она познакомилась с Иосифом, а потом уже узнала, что у нас с ним что-то такое намечается. Что он еще и не просто продюсер. Именно так оно и было. И когда они встретились, она сразу поняла, что это хороший человек, у него очень добрые глаза. Это в первую минуту сказала мама. И потом, когда уже стало выясняться, что он все... Ну, конечно, вот этот момент, что он продюсер, он, честно говоря, меня смущал больше всего. И про больше всего. Ну, это вообще, я же не сумасшедшая. А он сразу так как бы перешел из делового аспекта в... Знаешь, это когда... И восторг. Нет, нет. Ну, вот мне кажется, что это было в ту же самую секунду. То есть восторг первой любви возник вот. Да. Вот это вот, как говорится, вот любовь с первого взгляда, это именно его случай. Ну, это меня так пугало. Думаю, господи, ну зачем же меня это так жизнь-то осложняет? Да я не хочу никаких вообще отношений ни с кем. Дайте мне вообще остыть от того, что у меня было в жизни. И как-то это... Ну, он такой органичный, между прочим, во всех своих проявлениях. Он никогда... Вот я скажу, он никогда не играет. И вот этой своей простотой он меня абсолютно покорил. Вот этой искренностью какой-то, знаешь, вот, казалось бы, все говорят, там, он, а, он Акола, шоу-бизнес, он такой монстр. Да он вообще как ребенок. Он такой трогательный. Он такой наивный. Бывает просто вот, я думаю, Костя, ну как же это уживает все это в одном человеке. Послушай, наивный, не наивный, а первый же ваш совместный альбом побил все рекорды по продаваемости твоих предыдущихся альбом. Ты стала артисткой года, певицей года. Сделать делом. А вот человеческое в нем, оно очень живо, живо проявляется. Знаешь, он очень человек сострадательный. Он готов кидаться на помощь всему каждому. Я вообще называю им Чест Сеярусину, потому что он просто... Ну, правда, ему звонят самые разные люди, даже которых он очень мало знает. Вообще, почему с какими-то самыми нелепыми вопросами, просьбами. И он... Нет, он делает. Каково работать в новогоднюю ночь, когда все отдыхают? Этого же много было в нашей жизни. Да, но ты знаешь, на самом деле, у меня такое правило, что в новогоднюю ночь, неважно, где она меня застанет, в каком городе или стране, мы должны быть семьей. И все эти годы мне это удавалось. Что бы с нами ни происходило. В Питер летали всей семьей, в Дубай летали всей семьей, в какие-то еще даже какие-то города сибирские мы летали все с детьми. Потому что неважно где, важно с кем, важно, что все равно была семья рядом. Ну, и потом, в любом случае, в новогоднем концерте или просто за столом, я думаю, ты же поешь, потому что как встретишь Новый год, так его и проведешь, а про весь это выбрано по любви. Да, это правда. Говорит, вы делаете себя по душе, не будешь работать ни дня в своей жизни. Мы начали говорить о том, что каждый период для тебя ассоциирован с какой-то песней из нового альбома. Вот в 17-й год ты в 17-й год вошла с каким лейтмотивом, с какой песней? Вот для себя самой твой приоритет. Его глаза, мои океаны, мои водопады, если будет надо, я за ним буду в воду падать. Океаны, песня. Я рад, что ты не начитала, а спела. Певицы, которые ждали, ждут и будут ждать, повторюсь. И я ждал в этой студии попить чаю. Я очень рад, что ты нашла время. Спасибо большое, я тоже была рада. Я тебе желаю плодотворного года и уверен, что, конечно, ваша фантазия разгуляется. И мы что-то такое увидим в следующем году на юбилейном шоу Валерии. Во всяком случае, будем этого ждать. Друзья, сегодня у меня в гостях была красивейшая женщина, прекрасная певица, народная артистка России Валерия. Мои аплодисменты и любовь. Спасибо. Пока.